Продолжаем приобщаться к прелестям ПК боярского гейминга на примере шедевра под названием Red Dead Redemption 2. Туда вроде наконец-то завезли патч, который решает проблему того, что лончер этой сраной игры вылетает из-за антивируса, и она хотя бы начинает запускаться. Иногда правда высвечивает оффлайн-режим, но в большинстве случаев заходит. И это происходит кстати на мобильном интернете от Йопта, то есть провайдер тут может быть и ни при чем. Даже на сотовом безлимитном интернете игра работает, только в некоторых случаях ее придется перекачать, да-да, в сети 112 гигабайт, на что у этой самой Йопты ушла вся ночь. Но тем не менее скачалась же и заработала. Но тут появляется вторая проблема. FPS-ей. Если на сосолях игра идет с нормальным графонием и киношными 30 кадрами в секунду, что конечно же у ПК бояр вызывает ехидные смешки, то на большинстве даже самых современных компудакторов тебе редко удается выжать больше 20-30 FPS, а ПК боярством можно назвать 46 FPS. То есть 40-50 FPS в этой игре на достаточно современном железе, то есть видеокарте RTX, это солидное ПК боярское достижение. Но при этом возникают лаги, микрофризы, подвисания, заикания и так далее. Для их уменьшения, решением это назвать наверное сложно, но хотя бы значительно их уменьшить, можно выполнив три простых шага. Шаг номер раз. Тебе нужно перенести игру на SSD накопитель. Учитывая, что игра весит 112 гигабайт, он должен быть минимум 256 гигабайт, чтоб туда еще винда поместилась. Есть у тебя такой или нет, или где ты его возьмешь, меня не ебет. Это ПК боярский гейминг, сосунок, привыкай. Второе, что нужно сделать, это не только включить файл подкачки, если ты дебил его выключил, а еще и сделать его побольше, скажем гигов 20 или 30. Разумеется, разместив его все на том же быстром SSD, поэтому нам нужно минимум 256 гигов, и не имеет значения сколько у тебя там оперативной памяти, тебе все равно понадобится большой файл подкачки. Ну и третье, что может помочь, причем как на топовых видеокартах типа RTX 2070 например, так и на днищенском говне типа 1050 с 2 гигабайтами видеопамяти. Так вот, на всех этих картах помогает включить пукан. Дело в том, что RDR2 умеет работать всего лишь в двух API. Это DirectX 12, причем делает он это даже на Windows 7, куда Microsoft спустя несколько лет все-таки завезла кривую косую поддержку DirectX 12. Она очень тормозная, потому что по сути это враппер, который просто выкидывает все неподдерживаемые этой виндой функции. Типа свежих версий VDDM. Но не важно даже, пукан не меньшее говно, но тем не менее, данная конкретная игрушка на текущем моменте ее развития с большим FPS идет все-таки на пукане. Возможно потому, что это порт с сосолей последнего поколения, где также очень активно используется пукан. Соответственно, если выставить в настройках графония графический API пукан, после чего по просьбе игры перезагрузить ее, то количество микрофризов и заиканий уменьшится, а FPS повысится. Хотя некоторым как раз наоборот, помогает переход обратно на DirectX 12. Дело в том, что какая-нибудь хуйня типа Gay Force с Experience может сама тебе переключить игру на пукан. Но если у тебя игра идет нормально. Но все равно намертво зависает где-то на 4-5 секунд, то есть одно временное решение, пока Rockstar не выпустит очередной патч. Тебе нужно купить на Rootracker программу, которая называется Process LASSO. Запустить эту программу, запустить игру и в Process LASSO выбрать процесс RDR2.exe, то есть запускной файл игры. Затем нажимаешь на этом процессе правой кнопкой мышки и выбираешь ограничитель CP в LS. Дальше нужно указать следующие параметры. Когда CP занят на здесь вписать 98%, уменьшить это количество 1 на срок 1 секунда. После чего нажимаешь добавить правило и возвращаешься в игру. Больше 5-секундных зависаний во время игры не будет. По крайней мере многим этот способ помогает. Судя по названию LASSO, эту утилиту специально создавали для решения проблем в игрушках вестернах. Впрочем, полностью эти лаги не уйдут, но они хотя бы перестанут попадаться на каждом углу, но может быть раз в час лагонет. После того как ты вышел из игры, программу Process LASSO можно закрыть, там в трее есть иконка, но при каждом следующем запуске игры нужно будет заново открывать эту программу и вновь прописывать эти параметры для процесса RDR2.exe. Кстати говоря, потерянная премиальная лошадь для тех кто купил игру по супер дорогой цене в 3200 рублей таки нашлась. А я-то думал, что рокстеры заделались в цыгане и просто угнали ее. Я бог ютуба! Лайк подписка, сорванцы!